Дорогие друзья, всем привет! С вами доктор Наталья Зубарева, и сегодня мы будем обсуждать вечерний голод. Давайте подумаем и вспомним себя. Вот вы приходите после тяжелого, насыщенного рабочего дня. Вы поужинали, провели время с детьми, с мужем, с женой, с семьей. И через какой-то промежуток времени вы понимаете, что вы опять голодны. То есть вы понимаете, что я вроде бы в 7 вечера поел, а сейчас хочу жутко есть вновь, и не могу уснуть без этого, снятся цыгане, просыпаюсь по ночам, а после этого на следующий день чувствую себя плохо. Я думаю, что эта ситуация знакома каждому. Сегодня я как раз-таки расскажу причины вечернего голода и что с этим делать. Первая и самая банальная причина – несбалансированное питание. Вы можете мне рассказывать о том, что вы едите правильно, о том, что где-то вы читали, что можно есть один раз в день, два раза, 58 раз в день. На самом деле это не важно, самое важное – это баланс. Если ваша пища монотонна, однообразна, в ней нет достаточного количества питательных элементов, будь то завтрак, обед или ужин, вы будете хотеть есть вечером. А что же такое сбалансированное питание? Коротко. Завтрак, обед, ужин. Именно трехразовое питание, на мой взгляд, доктора, который ежедневно общается с огромным количеством пациентов, оно применимо для среднестатистического человека среднего, опять же, возраста. Трехразовое питание – это завтрак, обед, ужин. Завтрак в первый час после пробуждения, ужин за 3-4 часа до сна, а сон для человека, который хочет быть здоровым и нормально функционировать, должен быть где-то в 22-30-23 часа. Кстати, очень скоро выйдет на моем канале видео о том, как надо правильно спать, о том, почему сон важен и как действительно это влияет на наш организм. Подписывайтесь, не пропустите. Так вот, ужин за 3-4 часа до сна, делим наш с вами день пополам, у нас обед. Промежутки между приемами пищи должны быть без перекусов. Вы можете пить воду, вы можете пить чай, кофе, а без ничего, потому как кофе с молоком, чай с молоком или еще с чем-либо – это уже перекусы, это, опять же, не про здоровое питание. Так вот, чтобы избежать голода вечером, первый прием пищи – завтрак, должен преимущественно состоять из сложных углеводов – каши, крупы, не на молоке, на воде. В сочетании с чем-то жирным – это может быть топленое масло, кокосовое масло, что угодно. И в сочетании с небольшим количеством белка. То есть и белки, и жиры, и углеводы в вашем завтраке присутствуют. Идем дальше. Обед. Если мы говорим о том, что мы не хотим набирать вес, и мы хотим питаться полноценно, то обед и ужин должны быть примерно в одинаковом составе. То есть это какая-то белковая пища, мясо, рыба, морепродукты, яйца и клетчатка. Пожалуйста, салат, овощи не крахмалистые, что хотите, кроме картошки, свеклы и морковки. Ну и ужин должен быть примерно такой же, как обед, за 3-4 часа до сна, и состоять из простого какого-то белкового продукта и, опять же, большого количества клетчатки. Примерно 200-250 грамм. Если вы будете соблюдать эти простые правила и разграничивать завтрак, обед и ужин без перекусов, вы точно не будете испытывать голод вечером, потому что все самое необходимое и важное вы получили в течение дня. Следующая достаточно явная причина голода вечером – это дефициты микроэлементов и различные перекосы в ваших анализах. Дефициты микроэлементов. Возьмем самые важные витамины и элементы – железо, магний, селен, цинк, витамины группы В и витамин Д3. Это так вот навскидку. И перекос таких важнейших гормонов, как инсулин, лептин и грелин. Это гормоны, которые отвечают за ощущение голода, за насыщение и так далее. Если у вас есть этот перекос, если у вас есть повышение инсулинорезистентности, лептинорезистентности, склонность к сахарному диабету, вы 100% будете хотеть есть вечером. И, скорее всего, преимущественно это будут углеводы, то есть какие-то тортики, булки и так далее. Ну, к слову, о микроэлементах и витаминах, ну, например, давайте возьмем элементарно. У вас дефицит железа, ферритина, у вас железодефицит на аниме. Вы будете хотеть сладкого, будете хотеть углеводов, и вы будете хотеть их преимущественно вечером. Что с этим делать, спросите вы? Пойти к доктору, для тех, кто в Москве, пойти в мою клинику превентивной медицины, сдать чекап, проверить состояние своего организма и проверить хотя бы элементарный клинический минимум. Витамины, микроэлементы и самые основные гормоны. Если там есть перекосы, конечно же, их восполнить после консультации с доктором. Как правило, после устранения и нивелирования дефицитов, перекосов гормональных, вы очень быстро возвращаетесь в нормальное состояние. У вас пропадает это ужасное ощущение голода по вечерам, вы становитесь спокойнее, увереннее в себе. И вы, конечно же, меньше едите и, соответственно, стройнеете. Третья причина, как бы банально она ни звучала, это наличие большого количества стресса в вашей жизни. Кстати, если мы говорим о стрессе, то не обязательно какие-то глобальные события в вашей жизни. Банальный недосып на ежедневной основе в течение какого-то пролонгированного длительного времени приводит к стрессу в вашем организме и повышению гормонов, которые это регулируют. Что здесь могу посоветовать? Стресс-менеджмент. А вы можете сказать, Наталья Александровна, что вы тут говорите, глупости, мы все нервничаем, у нас у всех мало денег, мы плохо спим, муж не такой, жена не такая, и все в этой жизни плохо, мы живем в постоянном стрессе. Друзья, на эту тему хочу сказать отдельно, вы должны, вы обязаны заниматься стресс-менеджментом не только потому, что вы должны контролировать уровень аппетита и веса, а это в целом о вашей дальнейшей жизни, об ее продолжительности и о том, чтобы не допустить развития инфарктов, инсультов и неприятных состояний. Так вот, что такое стресс-менеджмент? Это правильный сон, ложимся спать до 11 ночи, просыпаемся до 7 утра по циркадным ритмам, соответственно, когда мы выполняем эти условия, в следующий день происходит контроль аппетита, мы не хотим больших объемов пищи, мы не хотим сладкого, соответственно, мы контролируем чувство насыщения, аппетита и голода. Люди зачастую привыкли заедать стресс, то есть стресс – знак равенства, что-то сладенькое, быстрые углеводы, которые приносят, серотонин, дофамин, гормоны счастья, радости. Но и здесь люди делятся на два типа, это очень интересная градация, есть люди, которые относятся к оральщикам, а есть люди, которые относятся к канальщикам. Это разные типы регуляции нервной системы, оральщики – это люди, которые при каком-то даже малейшем стрессе начинают его заедать, тем самым компенсируют свой стресс и негативные эмоции. А вот анальщики – это люди, которые переживают стрессовое состояние без еды, без воды, вот в таком вот негативном состоянии. Тут у меня к вам вопрос, как вы думаете, какие люди дольше живут, оральщики или анальщики? Напишите ваши варианты в комментариях и объясните, почему, мне очень будет интересно почитать. Если мы с вами работаем со стрессом, правильно спим, даже, может быть, принимаем какие-то биологически активные добавки и адаптогены для снижения стресса, может быть, медитируем, может быть, принимаем ванны с магнием – это все очень положительно влияет на нашу стрессовую ситуацию и на стресс-менеджмент. Если вы будете выполнять все эти простые действия, 100% голод не застанет вас вечером. Еще одна очевидная причина, почему голод нападает на людей вечером – это банальная скука. Отсутствие компании, опять же, депрессивное, апатичное состояние, никого нет рядом. Человек просто со скуки садится перед телевизором, гаджетом, книгой и начинает есть. Кстати, чаще всего это неконтролируемое количество еды, потому как мы не замечаем, сколько мы за это время съедаем. Что хочется здесь посоветовать в данном случае? Пойдите погуляйте. Пресловутые 7-10 тысяч шагов – это не только хорошо для вашей фигуры, но еще и действительно отвлекает от поедания сладких булочек вечером, когда вам скучно. Еще один такой совет – заведите себе домашнее животное. Можете завести себе мужчину, а можете завести себе детей. В общем, кто на что гораст, это очень сильно отвлекает от скуки. Я сказала вам, мама троих детей. Если это все не помогает, еще один классный способ не скучать по вечерам – это какие-то лайтовые тренировки и лайтовая физическая активность. Это будет, опять же, хорошо не только для вашего веса, но еще и для поднятия уровня серотонина и дофамина, гормонов счастья и радости. Но вспоминаем мою рекомендацию. Вечерний тренинг, силовые тренировки в спортзале с какими-то серьезными весами – это способ повысить уровень гормонов стресса еще сильнее. Поэтому только какие-то лайтовые варианты. Итак, дорогие друзья, если хотите быть здоровыми, красивыми, счастливыми, гармоничными, подписывайтесь на мой канал, смотрите все мои видео, потому как огромное количество информации, практика применимой, полезной в каждом видео. Нажимайте на кнопочку «Подписаться», будьте со мной, следите за новыми публикациями и до новых встреч! Продолжение следует...